Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня очень хорошие новости, это слышно по моему голосу, по крайней мере я на это надеюсь. Они настолько хороши, что я хотел написать в названии этого видео целую кучу восклицательных знаков, но не буду этого делать, я же не совсем дурачок еще. Давайте начнем с того, что наконец-таки цена XRP зашевелилась. И хотя это движение в глобальном масштабе совершенно ни о чем не говорит, оно все равно приятно для моего глаза. И пока рыночная капитализация криптовалюты достигает нового исторического пика, а самый масштабный альткоин сезон приближается, судебное разбирательство SEC против Ripple трещит по швам. И сейчас я объясню почему. Друзья, по-быстрому перебью сам себя и скажу, сегодня я заканчиваю набор в закрытую группу. Спасибо всем, кто поучаствовал в этом, всем, кто меня терпел, всем, кто писал хорошие слова, кто писал плохие тоже. Всем большое спасибо, это было на самом деле не очень просто. До конца сегодняшнего дня ты еще можешь вступить в закрытую группу по ссылке в описании. Продолжаем. Вчера мы видели большую пачку отличных новостей о Ripple XRP во время слушания SEC. И я сейчас не говорю о том, что судья сказал, что Ripple XRP это utility токен, у которого есть множество способов применения, хотя это тоже очень важная цитата. Я говорю о том, что он еще сказал в ответ на обращение SEC. Он отметил, что только те XRP, которые были проданы самой компанией Ripple, были незаконными ценными бумагами. Еще раз, те, которые продавались самой компанией Ripple, не те XRP, которые продавались на рынках розничными инвесторами, такими как я или ты. Что же это значит? Это значит, что XRP может вернуться на биржи, которые удалили его из торговых пар. И когда это случится, шлюзы для потопа откроются. Может быть, они сделают это даже раньше, не для розницы. Именно так они манипулируют рынками. Они отправляют цены повыше, когда никто не может купить, а затем разгружаются над розницей, когда позволяют ей купить. С самого начала всего этого судебного процесса я знал, что это просто театр. Многие говорили, что это может растянуться на годы. Но сейчас мы видим трещины в фундаменте этого иска. У них просто нет фактов. Да, они пытались что-то там откопать о Крисе Ларсине, о Брэде Гарлинхаусе и о других руководителях Ripple. Они пытались найти у Гарлинхауса золотые унитазы. И пытались сфотографировать Криса, когда он будет есть икру на новой яхте, плывя на свой новоприобретенный остров. Может, пора прекратить таскаться по судам, не имея фактов, и ответить на вопрос. Каково это брать деньги у эфириума за то, чтобы оставить его в покое? Пора Конгрессу принимать акты и законопроекты, которые будут держать руку США на пульсе событий. Законопроекты, которые четко и ясно будут определять, что такое токеномика и что такое токены. Законы, которые будут классифицировать токены как цифровые активы. Каким образом, объясни мне, новые финансовые активы 2021 года могут все еще быть классифицированы на основе теста, который был принят в 1933-м? Все равно, что оценивать характеристики двоичного кода характеристиками пергамента. Это же бред. Это всего лишь попытки комиссии СЕК распространить свою юрисдикцию и влияние на все криптопространство. Поэтому нам нужно вмешательство Конгресса раз и прекращение судебного разбирательства два. Уже в этот четверг состоится финальное голосование за кандидатуру на пост председателя комиссии по ценным бумагам и биржам США. И большие шансы есть у Гэри Гэнслера, о котором мы уже говорили. Если он выиграет, он станет катализатором, который ускорит регулирование между Риппл и СЕК. На самом деле я очень сомневаюсь, что комиссия вообще знает о моем существовании, но я скажу, обращаясь прямо к ней. Спасите самих себя. Ваша организация сейчас выглядит не лучшим образом. И Гэнслер это ваш единственный шанс. Еще раз вернемся к началу видео о том, что я сказал. XRP, проданный розничными инвесторами, не является ценными бумагами. Это то, о чем было сказано на слушании СЕК. И это значит, что XRP вернется к торгам на биржах, которые его убрали. И когда это случится, нас ожидает волатильное сумасшествие на рынке XRP. Именно поэтому прямо сейчас я хочу посмотреть на график цены XRP, но не по отношению к доллару, а по отношению к биткоину. 14 июля 2014 года XRP стоил 0,507 биткоина. Сейчас он стоит 0,509 биткоина. Ripple XRP прямо сегодня достиг исторического низа по отношению к биткоину. Я просто не могу пропустить такую возможность. Совести не позволяет. Именно к биткоину, не к доллару. Это очень важно. И это не финансовый совет, если что. А теперь я хочу перейти к одному отчету, который подготовил Банк of America. Я не хочу говорить, что я полностью поддерживаю все то, о чем они там исследовали. Но есть какая-то логика в их отчетах. Ведь экология и климат это первое, о чем говорят такие фигуры, как Международный валютный фонд или ООН. Эти два пункта всегда находятся сверху в списке самых важных тем обсуждения этих организаций. Биткоин медленный, непрактичный и вредный для экологии, говорит отчет Банков Америка. Я хочу напомнить, что Банков Америка это партнер Ripple и один из немногих банков, чьи акции не продал Уоррен Баффет. Более того, Баффет даже увеличил свои позиции в этом банке. На самом деле я даже не удивлен. Вспомни, что думает Баффет о биткоине, и теперь банк, который он поддерживает как инвестор, транслирует практически то же самое. Если что, Баффет всегда называл биткоин кресиным ядом в квадрате. Но интересно не то, что биткоин слишком медленный, непрактичный или экологически недружественный. Интересно совсем не это. А то, как они начинают вещать такой нарратив о биткоине, в то время как большая часть СМИ, захлебываясь, восхищается взрывному росту биткоина. И везде пишут о том, как он вырастет до 500 тысяч долларов, до миллиона долларов и так далее. А все для того, чтобы розничные инвесторы, до сих пор не купившие биткоин, все-таки купили его. Это разжигание синдрома упущенной выгоды. Интересно также и то, что банк, который транслирует такой негативный нарратив по отношению к биткоину, сотрудничает с Риплом. Видя все это, я скромно предполагаю, что нас ожидает альткоин сезон совсем скоро. Видимо, это и есть подготовка к нему. Кто-то скажет, так он уже давно начался. Эта монета сделала 10 иксов, та 20 иксов. Но я говорю о сезоне, когда монеты будут давать 1000 иксов. Об этом говорит и Боб Лукас, и DaVinci J15. Теперь я хочу предупредить, что эта часть видео будет самой мощной в этом ролике. Скорее всего, она даже может изменить чью-либо жизнь. Flare Networks у себя в Твиттере создал опрос, стоит ли интегрировать АДУ, сделав ее F-активом в сети Flare Networks. Как ты видишь, 85% проголосовали, что стоит. Этот Spark токен в сети Flare Networks, судя по всему, вот-вот создаст очень много миллионеров. Если АДА запустится в сети Flare Networks, мы получим пассивный доход в форме АДА. Spark токены были разработаны для того, чтобы поощрить людей, что будут участвовать в сети Flare Networks с самого начала. С самого начала и абсолютно без единых рисков потерять что-то свое. Ты получишь бесплатные токены Spark, начиная уже с июня после запуска сети Flare Networks, и это изменит твою жизнь. Хотя я думаю, что ты получишь не все эти токены, а будешь получать их порционно. В этом есть какой-то смысл. В любом случае, сейчас я не говорю про единоразовую выгоду, когда ты получишь эти токены. Ты будешь получать пассивный доход с помощью этих токенов. Это даже смешно и удивительно. Люди, которые холдили XRP, получат эти токены абсолютно бесплатно, и они смогут зарабатывать на них пассивно. К сожалению, если ты пропустил снапшот 12 декабря 2020 года и покупал XRP уже после этого дня, ты не будешь участвовать в аирдропе. Кстати, некоторые холдеры Litecoin тоже претендуют на раздачу Spark. Точно так же, как и холдеры Ада, возможно, тоже будут. Я уже работаю над большим видео, как подать заявку на получение токенов Spark, если ты Litecoin холдер, или если ты XRP холдер. Это будет масштабный ролик, поэтому мне нужно еще немного времени. Поэтому нажми на подписку и колокольчик, чтобы не пропустить его. Очень важно будет сделать все, чтобы не пропустить запуск Flare Networks в июне этого года. По факту, это будет децентрализованный криптобанк, в который ты сможешь поместить свои токены Spark и получать процент. Кроме этого, ты сможешь все еще делегировать свои голоса в сети и тоже получать за это пассивный доход. И кроме этого, ты также можешь стейкать свои Spark и тоже получать пассивный доход. Три пассивных дохода одновременно. Пассивный доход будет выплачиваться в форме F-активов. В сети Flare Networks это может быть, например, F-XRP, или F-Litecoin, F-DoggyCoin, F-Stellar. Это на данный момент. Может быть, к этому добавится еще и F-Ada. Затем F-Ethereum и, наконец, F-Bitcoin. Конечно, вывести их тоже можно будет. Задумайся, три пассивных дохода во Flare Networks с помощью Spark токенов в одно и то же время. Мне кажется, или это пенсия любого XRP-холдера? Нам даже не нужно, чтобы XRP взлетал. Конечно же, взлет XRP может стать просто приятным бонусом, но нам это не нужно. Оказывается, я хочу, чтобы ты сейчас открыл Google и начал изучать Flare Networks. Эта вещь реально может изменить твою жизнь. Сейчас я очень рад, что несколько лет назад, потеряв кучу денег на биткоине, я не разочаровался. И все-таки сегодня знаю и владею всеми этими активами и знаниями. Думаю, все мы, независимо от того, инвестируем ли мы в биткоин, XRP, Polkadot или NFT токены, все мы находимся на правильной стороне истории, на той стороне истории, которая меняет мир впоследствии. И напоследок я хочу показать тебе еще два видео, касаемо недавнего слушания Ripple XRP и SEC. Первый это цитата судей Недберна 19 марта по поводу Ripple. Судья сказал, насколько я понимаю, XRP имеет не только валютную стоимость, но и полезность. И эта полезность отличает его от биткоина и эфириума. Фактически, судья склоняется к тому, что XRP это utility токен или токен полезности. Давай послушаем полное видео. Насколько я понимаю, XRP имеет не только валютную стоимость, но и полезность. И эта полезность отличает его от биткоина и эфириума. Правильно? Ну, биткоин и эфир, думаю, тоже имеют полезность. Их можно использовать. Например, за биткоин можно купить кофе и товары. Так же, как и биткоин, эфириум развил способы использования. Например, смарт-контракты, которые проводятся с помощью его блокчейна. XRP тоже имеет целый ряд способов использования. Поэтому очень странно, что SEC налетела на него именно сейчас, хотя он работает уже с 2013 года и по сегодня. Ведь у Ripple XRP есть, например, сервис ликвидности по требованию, который помогает финансовым институтам проводить куда более стабильные и дешевые транзакции. Особенно в ключевых финансовых коридорах, например, между США и Мексикой. XRP это цифровой актив, который очень помогает в этом. Ведь у банков нет собственных фиатных счетов на другом конце провода, так сказать. И в этом случае XRP используется как мостовая валюта. И сейчас Брэд Гарлинхаус помогает развивать новые способы использования, и они уже развиты на самом деле. У них очень много клиентов. Поэтому очень странно, что SEC начала сейчас всю эту историю. И именно сейчас они вдруг сообразили, что XRP это типа ценная бумага. Это абсурд. Они не смогут доказать это. И еще один видеоотрывок, который очень важен для XRP. Давай послушаем. Посреди слушания судья скептически отнесся к заявлению SEC, что каждый, включая тебя и меня, кто продавал XRP во время его существования, продавал незаконные цены бумаги. Судья была очень скептична. Она сказала нет. Исходя из пункта 4, только сам Ripple и его руководство может продавать XRP незаконно. Еще раз, суд постановил, только Ripple и его руководство может незаконно продавать XRP. Почему это суперважно? Это означает, что биржи, которые два месяца назад убрали XRP с торгов, не будут нарушать законы, если вернут его обратно и начнут снова им торговать. Я уже видел, как одна биржа вернула Ripple. Похоже, скоро мы увидим возвращение XRP на все биржи. Jesus Christ. Это же просто замечательные новости, не так ли? Если так, не забудь поставить лайк. Давай наберем хотя бы 5000 лайков под этим видео. Мне всегда приятно, каналу очень помогает расти. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!